Внешний облик города может многое сказать про его жителей. И надо сказать, что администрация города все-таки пытается придать Рязани должный вид. С горем пополам дороги приводятся в надлежащее состояние. С переменным успехом поддерживается чистота на улицах. В общем и целом есть продвижение в лучшую сторону. К сожалению, не всем горожанам нравятся такие перемены. Один из последних случаев произошел на Московском шоссе. Там на этой неделе неизвестные вандалы уничтожили 18 молодых либ. Скажите, как вы относитесь к этому акту вандализма? Очень плохо. Деревья нужны. Городу очень нужны. И ломать их в никаком случае нельзя. Зелень – это наше богатство, это наше украшение. Это наша жизнь вообще-то. Очень отрицательно. Деревья нужно сажать. Потому что много леса погорело. Много леса гибнет. Корневая губка. Я сам лес пилил. То есть спиливали мы гиблый лес, сухой. А сажали новый. То есть деревья нужно наоборот засаживать. Ужасно. Я считаю, что деревья ломать нельзя. Все-таки они дают свежий воздух. И это бесполезно занять, что они так сделали. Это ужасно. Скажите, а почему в Рязани так не любят красоту? Честно говоря, даже не знаю. Люди разные бывают. Каждому свое, в принципе. Поврежденные деревья были посажены вдоль тротуара, недалеко от крупных торговых центров города. Это событие, безусловно, вызвало широкий общественный резонанс. На инцидент отреагировали не только экологи, а также пользователи социальных сетей, которые наравне с полицией сейчас разыскивают вандалов. Но пока безуспешно. А вот когда все-таки вандалов найдут, было бы крайне интересно узнать мотив совершенного поступка. Чем так помешали молодые липы? Адекватного ответа, наверное, ждать не стоит. В общем, сейчас рязанские правоохранители просят всех, кто мог видеть злоумышленников, обращаться в дежурную часть.